Погодная станция показывает вот здесь вот в клубе четыре узла. У кого четыре узла? Ну похоже не у меня. Ветер! 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 Не, показалось. Неожиданно поднялся сильный ветер. Садо мной облака. Не знаю, слышно будет или нет, но это хороший пифет какой-то. Пора домой. Всем привет, это Стас и канал СТК. На дворе 27 сентября, а значит это практически последний день, когда я могу спустить свою лодку на воду. Сегодня я хочу рассказать вам о том, какие бывают в ней плюсы и минусы, потому что очень мало информации в интернете именно о маленьких лодках. Поэтому наслаждайтесь. Хочу добавить пару слов о том, какие же затраты случились с лодкой. На самом деле, ну, случились затраты. На самом деле, первое, что мы сделали, мы купили вот сюда вот такие вот доски направляющие, чтобы лодку было проще спускать и поднимать из воды. Пока я собрал вот такие вот рога, потому что сегодня я один и вообще одному, на самом деле, а и вдвоем, на самом деле, не намного легче поставить лодку четко на трейлер, чтобы она сидела, как положено, на всех роликах. Когда вы лодку поднимаете из воды, она начинает, жопа у нее плавает и когда вы поднимаете лодку, она может стоять поперек трейлера. И только вот такие вот доски, на самом деле, вот у меня палки, я купил такие две длинные доски, могут помочь в этом деле. Стоили не 90 долларов. Ну, рога тоже работают неплохо, но в какой-то момент они развалятся, поэтому пришлось купить сразу доски. Вторая затрата, которая случилась, это вот так называемый, такие баттонс. Вот если кто не знает, в парусах установлены вот такие вот ребра жесткости. Это, по сути, просто планки. Они там вставлены и они могут выниматься. В какой-то момент мы просто забыли наши планки на парковке и так получилось, что, ну, их пришлось купить. И каждая стоит, по-моему, в районе 15 долларов. И более того, я купил планки и одна из них у меня улетела, потому что один из карманов у меня немножко надорван. И в прошлые две недели, когда я ходил на воду один первый раз, у меня эта планка при сильном ветре просто улетела из паруса. Поэтому опять нужно купить еще три планки. Ну, нужно купить еще одну за 12 долларов, и того получается 50 где-то долларов еще и на вот эти вот так называемые баттонс. Ну что, давайте сразу расскажу главный минус этой лодки. Эта лодка на самом деле является главным плюсом этой лодки для кого-то. Это то, что она стоит на трейлере. Каждый раз, чтобы спустить ее на воду, мне нужно подрядить полчаса времени. Отставить очередь на лампу. Видите, там уже люди сзади тоже спускаются. Здесь куча лодок. Сегодня, не знаю, что сегодня пятница. И получается, что я сейчас стою в очереди. По-моему, третьей лодка собрана. Поэтому я трачу полчаса, чтобы просто выйти на воду и чтобы подняться с воды. Если у вас лодка стоит, вот как там вот за мной находится в Марине, да, вы просто платите тысячу, там, две тысячи долларов и за 10 минут уходите. Ну, две тысячи долларов в год я имею в виду, да. Конечно, это большие деньги, но как же меня это раздражает постоянно ее спускать и запускать на воду. Это просто жуткое убийство времени. После работы, например, когда хочется выйти на воду на пару часов, и ты думаешь, что тебе еще час нужно заниматься этим вот спуском-запуском, это, конечно, убивает большую часть удовольствия. Второй минус, на самом деле, этого трейлера, то, как я думал, что я могу везде ее возить и спускать на любых озерах, на самом деле не так. Как вы видите, лодка довольно высоко сидит. И если у вас не специальная рампа, которая подготовлена для спуска вот глубоких лодок, то получается, что выхлопная труба уже булькает в воде, а лодка едва коснулась воды, потому что рампы пологие в основном. И найти крутую рампу, подготовленную, реально трудно. И поэтому я, на самом деле, сюда езжу в одно и то же место постоянно, просто потому что здесь рампа мне подходит. И получается, я притащу ее на озеро, а если рампы там нет, что мне делать? Втащить ее обратно 5 часов из кемпинга? Ну вот это, на самом деле, то, чего я не ожидал. Всегда считал как-то в моей голове не водоплавательной, что если лодка на трейлер, значит ее можно спустить на воду. Все. Но вот не так. Видите, я уже на воде, но возникает вторая проблема. Абсолютно нет ветра. То есть, либо ветер 15-10 узлов, либо ветра вообще нет. Такая проблемка, что у больших лодок, у них, конечно, парусность, парусное оснащение больше, да, поэтому как-то у них больше получается ходить при слабом ветре. Вот моя лодка, конечно, при слабом ветре абсолютно никуда идти не хочет. Я сегодня сумел натянуть паруса очень хорошо. Видите, паруса-то у меня очень старые. Им реально, вот на самом деле, вот этому главному парусу 40 лет. То есть, он уже просто, ну, он вообще абсолютно форму не держит. Как бы я его не натягивал, видите, он весь такой вот во всех этих вот складках и так далее. Итак, второй минус в Сайловске, то, что маленький при слабом ветре никуда не идет, а при большом ветре тоже никуда особо не идет, потому что уже стрёмненько как-то. Вот у меня есть видео, где я ходил один-две недели назад, ветер был 10 узлов с порывами до 15, и это было уже многовато мне. Я уже ходил без джипа, потом я джип поднял, ходил только на мейне, и вот я ходил, на самом деле, вот оттуда до маяка, до бакина, и вот так вот туда-сюда я делал просто заходы. Потом пошел мелкий моросящий дождь. Ну, короче, кучу удовольствия получил, но многовато. При этом лодки, которые больше 25 фит, да, они спокойно идут и не испытывают проблем. И сейчас, я думаю, что при полном штиле, они... Ну, не полный штиле, хорошо, два узла какие-то там дуют, они бы пошли, наверное, получше. Ну, давайте я расскажу вам о последнем моменте, который, на самом деле, меньше, чем мы ожидали. Это то, насколько лодка является именно круизером. То есть, вот, они называют его Day Seller. Тут в рекламном брутлете на эту лодку в 78-го года сказано, что лодка прям сделана специально шире и устойчивее, чтобы на ней можно было круизить. Аж вчетвером, по документам, в шестером, но я не знаю, куда здесь в шестером сесть. В четвером, поверю, можно здесь плыть. И вот... Вот она не круизер. Вот смотрите, у меня реально мало места. То есть, вот, телефон бы в воду не уронить. Вот, видите, я сижу, да, то есть здесь... Вот, счастье, яхтсмена, ветер. Здесь получается, что сидеть вчетвером можно. Ну, и вдвоем можно, но что делать? Вот, я думал, что мы сможем вот там в каюте, в той вот кабинке там лежать, да, как-то можно там читать, расслабляться, отдыхать, загорать. Но получается, что там жарковато и тесновато, и вообще, как бы, клаустрофично. И еще пахнет бензином, потому что там канистра стоит. А моторчик там маленький, очень бензобак. Здесь на лавке тоже лежать не очень удобно, потому что она слишком узкая. Ну, может быть, подушку положить будет получше. Поэтому получается, что когда один наслаждается, вот, штилем или таким легким ветром, то второму особо делать нечего, только вот разве что за джимом следить. И наоборот. А когда ветер сильный, то уже тут не прослабляешься, потому что... Ну, потому что уже надо всем работать. Да, надо всем что-то делать. Поэтому получается, что лодка на самом деле не круизер. Называют его Day Sailor. Я больше бы сказал, что эта лодка вот отличная, тренировочная. Кто вот не хочет на совсем маленьком лейзере переворачиваться постоянно в воду, туда-сюда, там, висеть за бортом как-то, да. То есть, такого экшена кому не надо. А кто хочет просто вот почувствовать парусный спорт. Именно спорт, повторюсь, спорт. Да, когда ветер дует, вы летите, вы там тримите паруса, пытаетесь как-то все-таки какие-то получить плюсы из малейшего дуновения, обойти бакин и так далее. Вот это прям супер. А вот, конечно, именно вдвоем там с семьей покрузить, это все-таки, наверное, маловато. Лодочка, здесь просто даже пройти... Потому что если я начну сейчас вставать и ходить по ней, да, она начнет раскачиваться. Плюс тут эта мачта. И, короче, оу, мы получили ветер. И, короче, оу, мы получили ветер. Понимаете, вот в этот момент, это просто непередаваемое чувство. Да, смотрите. Оно вот, когда вот ветер бесшумно меня подхватил, у меня забулькало за рулем, мотор начинает со временем подниматься от давления, да. И вы правильно строили паруса, и все. И это вот, это то, ради чего надо заниматься парусом. Это то, это то вообще, вот это чувство очень трудно описать. Не каждый его поймет, не каждому нужно его понять. Но те, кто поняли, они меня поймут. И, наверное, чтобы объяснить, как-то надо попробовать. Потому что скорости нет, да. Здесь максимальная скорость будет, ну, 4-5 километров. Нет, вообще не наоборот. 10 километров в час. Хорошо, 5-7 узлов я пойду максималку. И это 10-12 километров в час. Понимаете, да, какая скорость? И, конечно, на такой скорости далеко не уйдете. Но ощущения это все на 100, ну, на 90. Просто, и вот это как бы прям очень круто, очень круто. Поэтому вот и самое чувство, то дарит лодка, это, конечно, полное, полное забытье от всех проблем. Не потому, что вокруг меня вода, аж через гладь, тишина. Нет, я у меня только телефон, и я слышу город отсюда. А из того, что вот она вода ведет эти неба, дает какие-то ощущения, энергию, и вот этот ветер, вот эта мощь стихии, даже слабенькая такая, она уже дает вот ощущение, что ты единяешься с природой и начинаешь в нее вливаться. И это очень классно. И вот этот самый момент, что вы движетесь бесшумно, ветер подхватывает, за бортом забулькал, опять я чувствую ветер в спину. Это просто очень трудно передать. Поэтому, ну, надеюсь, я смог. Надеюсь, я смог поймать вот этот момент, чтобы вам как-то объяснить это. Потому что я, на самом деле, главное, для чего я снимаю видео, чтобы пытаться людям что-то объяснить, как это чувствуется. Потому что, ну, понятно, что моя лодочка старенькая, маленькая, и видите, она уже тут какая только она не есть. Но даже этого хватает, вы понимаете? Даже этой лодки хватает, чтобы почувствовать себя занимающимся парусным спортом. И вот тысяча долларов, да, суммарно с жилетами, со всеми делами, тысяча долларов, а удовольствие на миллион. И я вам честно по секрету скажу, я всегда любил автомобили, но если мне сейчас дать 10 тысяч долларов, я куплю лодку. И я не знаю почему. Я просто, я начинаю любить лодки больше, чем автомобили. У меня раньше было на ютубе каналы только там, на которые я подписан. Да, там в основном одни машины, машины, машины. И теперь у меня появились лодки, 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 лодки. Это любовь первого раза, наверное, со второго. Да, наверное, со второго. Первого я полюбил, со второго я был скептичен. Когда мы покупали эту лодку, я все думал, ну, не делаем ли мы ошибку, ну, ладно, тысяча долларов туда-сюда. А нет, оказывается, вот затягивает, затягивает. Пошли дальше. И, конечно, следующий, последний плюс. Ну, понятно, что ее можно возить везде. Да, этого еще не попробовал, не могу об этом говорить. Это ее цена. Все-таки здесь все дешевое, мне ее не жалко. То есть, если большой ветер, туда-сюда. Ну, паруса, самый дорогой паруса стоит, я уже посмотрел, новые 700 долларов один большой парус, а подержанный 350-400 долларов в хорошем состоянии. Лучше, чем мой 40-летний парус. Это, пожалуй, единственный затрат, и все остальное, конечно, ну, оно, им ничего не будет. Ну, с мотором не знаю, правда, что и как. Отдам его в сервис, посмотрим, что они там скажут. У меня проблем нет, но надо обслуживать, да. Хотел забавить еще про затраты. Последний момент. Это так называемый кавер. То есть, нам нужно купить что-то, закрыть лодку на зиму. И это стоит просто каких-то нереальных 180 долларов. Я просто даже не знаю, откуда такие цены. У нас есть просто тарп, который мы закрываем, такой из мешковины, который мы закрываем сейчас, когда лодка стоит у дома. Но через него просачивается вода, и поэтому все равно в лодке есть вода. Когда мы снимаем тарп, и там вода. Неприятно. Бой-то раз не закрывал, так тут еще и листьев нападало. Короче, полная беда, не знаю, что делать. Ну, что, вот выяснилась последняя неприятная особенность моей лодки. Это то, что у нее очень узкий вот этот вот... Узкая граница тех ветров, при которых она себя комфортно чувствует. Я только что сейчас был на воде. Начало этого видео записывал я в полный практически штиль. Максимум разгонялся там полтора узла. Временами были порывы, я там даже два делал узла. Я такой прям радовался весь. И в тот какой-то момент я перестал записывать. Думаю, ну все, пойду домой. Че ловить-то там уже два часа на воде, и толку-то никакого. И в это время набегает порыв, какие-то облака. Жуткие ветрища. Я сначала подумаю, ну классно, я наконец-таки покатаюсь. Начал разгоняться. Шел три с половиной, четыре узла. Угол сильный. Сильный. Сегодня испытывал я границы наклона нашей лодки. Испытал по полной. Штаны мокрые, в прямом переносном смысле слова. Ну, в прямом от реки, понятно. И получается, что как только налетел ветер посильнее, лодку кладет на бок. И ее начинает тянуть. Опустить парус просто вот так сходу, ну это очень трудно. Да, мне надо отпустить руль, то есть надо как-то его примотать. То есть любой моментейший порыв ветра лодку сразу реагирует. Лодка сразу кладет на бок, лодка сразу разгоняется. Это, конечно, прикольно, но с другой стороны многовато на мой вкус. Потому что вот налетают порывы, и сейчас я абсолютно не представляю. Ну, не представляю, что делать. Я спустил сначала джип кое-как, при этом практически перевернул лодку. Лодка забрала так сильно на бок, что у меня захлестнуло воду в лодку. То есть у меня борт был практически в воде. Буквально на, ну вот, не скажу какой угол был. У меня я в это время на угломер не смотрел. Максимальный такой угол, когда уже на супер-супер грани дискомфорта, это 12, 10-12 градусов. То есть лодка около 12, были 14, чем совсем страшно. То есть в 8-10 вполне нормальный угол идти. И вот тут был такой порыв. Я спускаю джип, поворачиваю носом к ветру, чтобы хоть как-то стабилизировать себя. Лодку начинает нести от берега. Ветер подул четко с выхода из бухты, куда мне надо возвращаться домой. Я ничего не могу сделать. Я пытался идти таками, влево-вправо, пытался как-то вот туда-сюда, галсами, наверное, по-русски правильно. И никак. То есть меня либо кладет на бок, и скорость при этом все равно 2,5 узла, потому что джип-то я скинул, против ветра без джипа не очень она идет. Нам было джип оставлять, а мейн скидывать, но я уже джип-то сразу скинул, мейн скинул, и все, сижу такой, думаю, ну все, мотор. Вот завел мотор и поплыл, думал поднять еще джип, пытался один раз поднять джип, но очень сильные порывы ветра. Я понимаю, что сегодня обещали там 10-12 с порывами до 15 ветер. Не знаю, сколько сейчас, если вот домой приду, если у них зафиксировала погодная станция, я здесь напишу, сколько был ветер. Но вот в целом так, получается, что 3-5 узла медленовато как-то, да, 7-9 узлов уже многовато. То есть вот этот очень узкий порог, и при этом все-все-все большие лодки сейчас ломанулись на воду. Я прям думаю, что они все сидели в лодках и ждали. Там сейчас прям столпотворение на выходе, потому что для них эти 10-12 узлов это счастье. Да, они идут все равно углом, да, но извините, но они при этом 7 узлов давят скорости. И, ну да, угол и что. У них борта высокие, лодка большая. Если порыв набегает, то они просто, они просто так чуть-чуть наклоняются, да, но пока порыв скидывает, она даже не успевает из-за массы этот порыв, не успевает лодку даже наклонить. А у меня же мгновенно сразу все. Вот так вот. Вернулся я на берег, сейчас буду лодку разбирать. Ну, вот так. То есть давайте подведем итог. На самом деле получается, конечно, выпуск больших минусов. Но на самом деле есть и плюсы, да. Плюсы, конечно, это то, что это доступная маленькая лодчонка, которую можно везде возить, ее дешево обслуживать, ее дешево купить, дешево хранить. И вообще все приятно. И при этом я получаю гигантское удовольствие, находясь на ней на воде. Поэтому на самом деле в плюсы запишем цену и маневренность какую-то, да. Маневренность, вот это вот ощущение вот этого ветра, да, оно, конечно, классное. В минусов, конечно, побольше. Понятно, что тут кто что ищет, да. Если вы ищете вот быть мокрыми, переворачивать лодку и так далее, можно взять тогда вообще меньше лазер. Лазер, так называемый, да, там 10 футовик одноместный, где надо за бортом висеть и попа в воде. Если вы хотите все-таки круизить, все-таки моя лодка маловато. Все-таки надо на где-то 22 плюс фита. Вот рядом со мной стоит Макгрегор 26, тоже спускабельная на воду лодка. Не знаю, правда, где они найдут такой глубины спуск и вообще, какая машина нужна, чтобы ее тащить. Но вот этот уже тот, наверное, размер, который я бы хотел себе в будущем 26 фитов. Так что вот так. Все. Задавайте вопросы, пишите комментарии, смотрите другие видео на канале. Подписывайтесь на канал и увидимся в следующем видео. Пока! Не знаю, камера хоть целует момент. Субтитры сделал DimaTorzok